Игра на загляденье. В пятом туре первенства России ПФЛ «Зона Запад» футбольный клуб «Муром» принимал на своем поле «Динамо» Санкт-Петербург-2. Муромцам необходимо было реабилитироваться перед болельщиками за поражение от текстильщика в первом домашнем матче. С поставленной задачей наши ребята успешно справились. Начало матча получилось упорным. Атаки «Муром» разбивались о хорошо организованную оборону гостей. В свою очередь молодые и быстрые нападающие «Динамо» несколько раз опасно убегали в контратаке. Лишь в концовке первого тайма «Муромцам» в буквальном смысле удалось протолкнуть мяч у ворота соперника. В суматохе расторопнее всех в штрафной оказался Денис Щербак. После перерыва преимущество «Мурома» только росло. Сначала Алексей Сапаев после углового ударом головой удвоил счет. А затем Никита Андреев и Владимир Друковский сделали цифры на табло разгромными. После того, как точку в матче красивым ударом поставил ветеран «Муромского футбола» Виктор Владимиров, трибуны запели «Какая боль». Настроение болельщиков испортил разве что игровой эпизод, в котором капитан «Мурома» Дмитрий Зинович получил травму и покинул поле на носилках. Потерпели крупное поражение, но, скажем так, не могу претензий предъявить своим ребятам, потому что, скажем так, и старались, и двигались, и играли в футбол, но, к сожалению, не смогли справиться с давлением. Команда «Муром», которая, скажем так, хорошо использовала свои козыри, свои качества, это постоянная, скажем так, длинная передача на нападающих, единоборство, подбор, то есть не справились, к сожалению, с вот этими враховыми единоборствами. Первая победа нашей команды на домашнем стадионе – это очень важно. Что касается самой игры, несмотря на результат матча, все-таки счет, считаю, не совсем по игре. Соперник нам навязал все-таки быструю игру, молодые подвижные ребята. Единственное, что нам сегодня не совсем удалось забить быстрый мяч, на что мы рассчитывали. А вот после забитого мяча немножко игра шатнулась в нашу сторону, и, в принципе, в перерыве мы говорили только о том, чтобы забить второй мяч. То есть мы строго играли в обороне, очень нас порадовало, что мы сыграли на ноль. Команда не остановилась ни при счете, ни 2-0, ни 3-0. Это говорит о том, что здесь собраны профессиональные ребята, которые играют и за город, за болельщиков, но и за свое имя в том числе.